Мы приехали уже совсем рядом с кемпингом, но заехали, чтобы Андрей купил наживку, потому что я купила Андрюхе лицензию и они с Варей и Женей будут рыбачить. Всем привет! Здоровенькие булы! Меня зовут Тоня и я веду свой канал из Сиднея. Неделю назад мы ездили в кемпинг на две ночи в честь начала школьных каникул. Именно об этом и будет мой сегодняшний влог. Такой вид кемпинга называется инсьют и за одну ночь мы платили 113 долларов за две палатки. В таком кемпинге мы еще не отдыхали. Вот этот домик, половинка домика, это наш санузел. И душ собственный. Ура! И тут же, чтобы заряжать, в общем, розеточки. На участке есть еще один источник питания. Это если вы приехали караваном, вы можете, оп, тут подключиться. Кемпинг находится в очень красивом месте между озером и океаном. И что для нас немаловажно, нам добираться туда всего полтора часа от нашего дома. Потому что Женя очень не любит ездить в машине. Это, в общем, создает определенные сложности. В начале видео я упомянула, что я купила Андрею лицензию на рыбалку. Да, в Австралии нельзя просто так прийти рыбачить и должен оплатить разрешение. Стоит на год лицензия 35 долларов и разрешает рыбачить одному взрослому человеку. Покупала ее в магазине, который продает все для рыбалки. Детям для рыбалки разрешения не нужны и ребенок может ловить рыбу без лицензии под присмотром одного взрослого. Но только исключительно с одной удочки. То есть нельзя, чтобы мама и папа сидели с удочкой, а рядом ребенок тусил, как бы мы присматриваем за ребенком. Против солнца снимать это особый талант. А это уже мы вышли на набережную озера, хотя оно такое огромное, что больше похоже на реку. И Андрей попробует порыбачить и завлечь этим делом малых. Куржуи вместо наживки используют креветки. Сложности есть, да? Высокие ставки. Вспотели тонкие пиджачные подкладки. Так, а ну, идите. Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно смеяться. Ничего, я в тебя верю, зайчик. Надо понимать физику процесса. Андрей рыбачит первый раз за последние сколько, зайчик? Года четыре? Первый раз за последние года четыре рыбачишь? А вот сейчас внимание всем девочкам, как можно словить на крючок австралийского мужчину. Смотрите, учитесь мастер-класс от моего мужа. Нужно просто немножко постоять с растерянным видом и с удочкой. Обязательно кто-то подойдет и предложит помощь. Вот так вот называется Андрей подцепил себе австралийца. Эх, девочки, учитесь в мастер-класс, как зацепить себе австралийца. Словить в прямом смысле это слово на крючок. В самом деле я естественно смеюсь от зависти, потому что со мной то еще ни один австралиец за последние три с половиной года не познакомился. Что меня по-прежнему удивляет в Австралии, тут очень быстро садится солнце и очень быстро темнеет. Тут есть огромная кухня общая с телевизором, с плитой. Сзади нас еще такая же половина, просто там другие люди и я не хочу снимать. Кролик бежит! Ничего себе! Убежал! Варечка, точно не хочешь спать идти? Ну а пошли Женю укладывать. Вот так выглядит наш небольшой лагерь. Слева это душевая, потом палатка Игоря и детей, а справа наша машина и палатка. Очень классное место, очень большое, просторное, но можно ставить только одну машину. Папа у нас подсуетился и приготовил завтрак вот в этой кухне. И мы на него идем. С утра каждый занимается своим делом. Женька вон обувается, Варя рисует, Сева с Игорем играет в теннис. В этом же кемпинге отдыхали наши друзья, правда они не в палатке были, а сняли один из тех домиков, что вы видите на заднем фоне, называются кабинки. Так что мы очень весело и очень шумно проводили время. Хоть прогноз нас пугал холодом, реально сейчас жарко, может быть даже искупаемся. Хоть солнце очень сильно жарило, было нереально тепло, но вода по-прежнему оставалась ледяной. Я в воду так и не заставила себе зайти, это только одна я такая трусика. Веселью и радости детей холодная вода вообще не помешала. Они прыгали в волнах, веселились, в общем отлично провели время. А это мы уже спрятались в заливчике, в бухточке от ветров открытого океана. Тут мы немножко подышали соленым воздухом и пособирали ракушки. А сейчас мы решили пойти и найти геокэш, а тут пеликанчики. Нашли одну из двух закладочек, были под сильно большим впечатлением, поэтому я не снимала. Мы тут песни поем, а австралиец зашел такой и посмотрел на это все, пока у него играл, пока у него капкорн готовился, он так внимательно наблюдал за нашим мероприятием. Это же общая кухня. Субтитры сделал DimaTorzok Девочек, я сниму! Девочек, я сниму! Единственный недостаток у платных кемпингов, это то, что нужно выехать. Обычно время выезда ограничено, в этом кемпинге написано желательно до 10 часов. Вот истерично собираемся. Ну как истерично, просто оперативно. Ну вот собственно и все, уезжаем уже. Время пришло. Пока-пока! Осталось не с тобой. Вроде понимаешь, что это просто производство, но выглядит впечатляюще. Огонь, да, Валечка? Наконец-то мы выиграли еду! Ура-ура! Та-дам! Выигрыш! В общем, мы едем домой. Раз мы в Макдональдсе, значит мы уже едем домой. Женя, помаши пока-пока. Женя, помаши пока-пока. Помаши пока-пока-пока. Женя, оставь сладкий-сладкий пирожок. Женя, помаши пока-пока-пока. Женя, помаши пока-пока.